Издательство «Эксмо» Антон Чиш, «Машина страха». Знаменитый электролог Наркевич Йотко наверняка пополнил бы свою коллекцию замечательными электрофотографиями, окажись он в этот час в гостиной Иртемьева. Электричество было разлито в воздухе. Оно скапливалось невидимыми тучами, в которых мелькали искры и первые зорницы близкой грозы. Молнии только ждали, в кого бы ударить. Громотвод находился тут же. Ванзаров старательно не замечал, какую смесь страха и неприязни он возбуждает. Кружок собрался. Каждый уже знал, что долгожданный сеанс с Евзопией Палладино отменен. Прибытков, как мог, старался подсластить пилюлю, давая разъяснение, что мадам Медиум не рискнула прийти в редакцию журнала после фиаско, постигшего ее на последнем сеансе. И вообще их встреча всего лишь перенесена на лучшие времена, когда мадам снова обретет должную силу. Как ни старался Виктор Иванович, первым делом его спрашивали, полиция отменила? Тут уж приходилось использовать весь немалый запас красноречия. Кружковцы соглашались с большой неохотой. К примеру, Клокотский категорически отказался. Прибыткову стоило больших усилий уговорить столь необходимого сенситива. Мадемуазель Валан сослалась на слабости головную боль. Но без магнетизера и думать нечего о сеансе. Мурфи не желал приходить в дом Иртемьева. Даже Погорельский, от которого нельзя было ожидать капризов, выразил недоумение по поводу столь частых сеансов. Что, как известно, ослабляет проявление спиритизма. Только Хованский согласился с легкостью. Зато опаздывал. Стол с алфавитным кругом и свечой был на месте. Одиннадцать стульев расставлено. Не было ни чая с самоваром, ни бутербродов, ни печенья. Дом не топился, было холодно и зябко по-осеннему. Валант куталась в шаль. Вера и Афина отчужденно сидели на диване. Прочие гости разбрелись по углам. Мурфи держался поближе к предмету, накрытому черным платком. Не было центра, вокруг которого все привыкли собираться. Никто не спрашивал, где же наш дорогой Иона Денисович, почему его нет, как же мы проведем сеанс без медиума. Пояснения уже были даны, но обошлись прибыткову недешево. Так много врать ему не приходилось никогда. Даже на аудиенциях в Министерстве внутренних дел, когда он убеждал в необходимости провести в России спиритический конгресс. Собственно, ради этой великой цели он умолял кружковцев согласиться. И теперь старательно избегал общества. Никто не разговаривал. В гостиной царила недобрая тишина. Электрические токи бурлили и поднимались волнами. Время сеанса неумолимо приближалось. Погорельский хотел было задернуть портьеру, но Ванзаров попросил оставить как есть. Доктор выразил удивление, но возражать не стал. Звякнул дверной замок. Вера ушла открывать и вернулась с Хованским. Миша растерял привычную веселость, затравленно глянул на Ванзарова, кивнул и отошел подальше. На часах было без трех минут девять. Неслышной тенью вошел Прибытков, спросил, не пора ли начинать и где обещанный медиум. Ванзаров уверил, что тот появится с минуты на минуту. Можно занимать места. «Господа, прошу садиться», — пригласил Виктор Иванович. Голос его не внушал ни бодрости, ни оптимизма. Никто не шевельнулся. Вера встала, помогла Афине и отвела к столу. Барышни заняли привычные места, оставив между собой пустой стул для Клокотского. «Мадемуазель Валант, прошу вас». Прибытков словно умолял не мучить ни себя, ни его. Магнетизер бросила на Ванзарова недобрый взгляд, не спеша подошла, а села напротив Веры и Афины. А Хованский без лишних приглашений устроился слева от нее. «Миссель Викентьевич!» «Господа, ну прошу вас, окажите милость!» Прибытков даже ладони сложил молитвенно. На такой призыв нельзя было не откликнуться. Доктор с нотариусом и Мурфи уселись где положено. Место медиума и два стула пустовали. Раздался звонок. Ванзаров отказался принять услуги Веры и сам направился в прихожую. «Что за цирк здесь устроен?» Тихим и злым шепотом проговорил Клокотский. «Что этот полицейский себе позволяет?» Прибытков сложил руки на груди. «Станислав, Станиславыч, друзья мои! Умоляю, ведите себя разумно! Это крайне необходимо для дальнейшей судьбы нашего журнала и кружка!» «Может, сей субъект сам в медиум иметь?» Валант презрительно засмеялась, а Виктор Иванович сжал виски. «Всех призываю к сдержанности!» Клокотский пробурчал что-то, но попытки к бунту не повторял. «Добро мне кончится поменить мое слово», сказал Морфье, оглядываясь на соседей. Афина не ответила, опустив глаза, а Хованский будто не расслышал. «Чрезвычайно неловкая и неуютная ситуация! Как в такой атмосфере можно проводить сеанс?» высказал Сапогорельский, чем выразил общее мнение. Разлитое электричество прокатилось одобрительной волной. «Мисс Сильвикентьевич, извольте держаться в рамках!» прошипел прибытков, который испытывал неописуемые муки. От всего происходящего, а больше от того, что не мог не сказать правду, не прервать пытку. Не пристало капитану бежать с тонущего корабля, даже капитану в отставке. «Тише, господа, возвращается!» Ванзаров вошел первым и развернулся в манере отменного дворецкого. «Господа, позвольте представить медиума, месье Германа Калиоста и его спутницу, мадемуазель Люцио!» Пришелестел звук, как от смятой газеты. Все глаза были обращены к вошедшим. Калиоста выглядел чрезвычайно эффектно. Блестящий концертный фраг с искрой, сорочка черного шелка с широким воротом, затянутым красным бантом, в котором сверкала бриллиантовая брошь. Кудрявая шевелюра раздувалась черным облаком. Зато Люция была в самом скромном сером платье, без кружев и украшений, волосы просто зачесаны и стянуты на затылке. Калиоста отдал общий глубокий поклон. И как будто впитал большую часть электричества. Атмосфера заметно разрядилась. Валант и Грива сощурила глазки. Погорельский удивленно поднял брови, Клокотский презрительно скривил губы, Вера с Афиной доброжелательно ответили на поклон, а Хованский даже помахал рукой. Мурфи ничем не выразил удивления. Прибытка встал и лично приветствовал гостя рукопожатия. Чтобы ни у кого не осталось сомнений, редактор Ребуса исключительно рад новой встрече, прошлое поминать не стоит, а жалеть можно о том, что месье сразу не признался, каким спиритическим талантом обладает. «Что вам потребуется для сеанса?» Заботливо спросил он. Калиоста окинул взглядом стол. «Лучшего нельзя и желать!» «Приятно слышать!» «Что ж, в таком случае можем начинать?» «Господин Прибытков, позвольте выразить мое почтение каждому члену кружка!» Виктор Иванович только плечами пожал. «Что за вопрос? Вы тут фактически хозяин!» Начав с Погорельского, Калиоста поздоровался с ним за руку, высказав глубокое удовольствие от новой встречи. Доктор в ответ заулыбался и ответил комплиментом. Обходя стол против часовой стрелки, Калиоста каждому говорил что-то ласковое и приятное, дамам целовал ручку. От таких манер Клокотский смягчился, а Морфи был так добр, будто вчера не жаловался на мага в полицию. И вовсе не помнил дурного. «Господа, для меня большая честь провести сеанс с вашим кружком. Надеюсь на помощь сильного сенситива господина Клокотского и удивительного магнетизера мадемуазель Волланд». Незаметно Калиоста овладел доверием собравшихся. «Прошу занять ваше место». Прибытков подвинул стул между собой Погорельским. «Господин Ванзаров, будет лучше, если мадемуазель Люция сядет слева от меня. Так сохранится чередование». Ванзаров не возражал сохранить чередование мужчин и женщин, насколько возможно. Ничего, что ему достался стул, на котором умерла Серафима Иртемьева, а Сверчков застрелился. «Господин Прибытков, позвольте начать, как для меня привычнее», спросил Калиоста, откинувшись на спинку стула. «Конечно, мы все к вашим услугам». Действительно, кружковцы следили за магом с искренним интересом. Повел он себя непривычно. Медленно сбросил фраг, так что рукава повисли со стула, дернул за бант, который сверкнул красной молнией и увлекаемой брошью свалился на пол. Ворот сорочки раскрылся, обнажая горло. Калиоста высоко подтянул рукава и поднял руки, словно жрец, приветствующий восходящее солнце. Появился звук, сначала тихий, затем все более нарастающий, на одной несменяемой ноте, как гудок далекого парохода. Участники переглянулись, не понимая, откуда это появилось. Пока звук не усилился настолько, что можно было заметить, Калиоста извлекал мелодию, не разжимая губ. Звук оборвался резко. Глаза Калиоста были открыты, зрачки закатились, голова поникла на плечо, сам он обмяк, заметно покосившись на стуле, и только руки остались лежать на столе с раскрытыми ладонями. Пальцы его вздрагивали. «Медиум вошел в транс!» прошептал Прибытков, дал знак доктору выключить электрическое освещение, сам зажег свечу. Гостиная погрузилась во тьму. Слабый отсвет падал на лица. С открытыми портьерами были заметны силуэты спиритов. Валант медленно вращала головой, а Клокотский, вцепившись в стул, чуть раскачивался. Магнетизеры и Сенситив помогали медиуму изо всех сил. «Господа, началось!» «Видите, видите?» «Первое свечение!» «Кажется, достаточно сильное!» «Доктор, вы не туда смотрите!» «Не мешайте, Виктор Иванович!» «Меня что-то коснулось!» «Чувствую холодный порыв, господа!» «Как сильны проявления!» Спириты видели и слышали то, что хотели. Ванзаров не вмешивался. Он посматривал на Люцию, которая, опустив голову, как будто не интересовалась происходившим. Клёста издал звук, словно во рту у него забулькал источник. «Господа, с нами хотят поговорить!» шепотом проговорил Прибытков. «Подвиньте алфавит!» Мурфи сдвинул лист по руке медиума. Его указательный палец оказался над буквой «К». «Мы можем говорить?» напряженно спросил Виктор Иванович. «Три раза стукнуло!» «Откуда-то снизу!» «Кто здесь?» Палец медиума медленно двинулся. На букве «Л» стуки заставили остановиться. «Лукерью!» произнёс Прибытков, когда все буквы были названы. «Это кто такая?» «Боюсь, это наша кухарка!» проговорила Афина, оглядываясь на Веру. Та еле заметно кивнула. «Спросите её!» «Вы кухарка господина Иртемьева!» Ответом было три стука. «Да!» Прибыткову не слишком хотелось тратить сеанс на общение с деревенской бабой, но выбирать он не мог. Значит, такая особенность медиума вызывать не слишком интересных собеседников. «Когда вы умерли?» спросил он, глядя в темноту. «Недавно», последовал ответ. «Лукерья, отчего вы погибли?» спросил Ванзаров. Виктор Иванович поморщился примитивной трате спиритической силы, но возражать не стал. «Меня сгубили насильно!» «Надо понимать, что её убили?» тихо спросил Погорельский. Афина ничего не ответила, зажмурилась, как будто боялась увидеть призрак. «Сейчас выясним», ответил Ванзаров доктору и обратился в черноту. «Вас убили?» Раздалось три стука. Несмотря на попытки горничной обратить на себя его внимание, Аполлон Григорьевич смотрел в окуляр телескопа. Нинель не замечал вовсе. Он собирался точно выполнить поручение, наблюдать за реакциями спиритов. При электрическом свете следить было одно удовольствие, как будто сам оказался в гостиной, только в плаще невидимки. Лебедев видел, как Вера с Афиной выдвинули стол на середину гостиной, как расставляли стулья, как собирались гости. Он наблюдал, как одиноко бродил Ванзаров и искренне переживал за друга. Он видел, что его знакомому доктору не позволили задёрнуть портьеры. Перед его глазами спириты расселись, появился Калиоста с девочкой-подростком. Филёрить вот так, невидимым, из безопасного укрытия, было чрезвычайно любопытно. Совершенно новые впечатления. Лебедеву всё больше нравилась затея. Не слыша голосов, он понимал происходящее. Вот, например, господин Мак разводит лишние церемонии, здоровается с каждым из присутствующих. Оставалось дождаться, когда же начнётся главное представление. Свет погас. Ванзаров просил, чтобы с этого момента вёлся точный график наблюдений. Чтобы потом сравнить с тем, что происходило за столом. Аполлон Григорьевич заготовил перед собой часы и лист с карандашом. Сеанс начался. Одинокая свечка бросала на лица уродливые тени, как будто не люди, а пришельцы из иного мира. Но криминалист не любоваться собирался, ему предстояло замечать поведение спиритов. Пока что жгучая брюнетка, сидевшая к телескопу спиной, крутила головой, будто хотела забросить её подальше. Господин нотариус покачивался, словно фарфоровый болванчик. Аполлон Григорьевич. Голосок был столь нежен, что нельзя было не отвлечься. Нинель держала серебряный поднос с двумя бокалами шампанского. Леведев невольно отметил, что старуха храпит в своём кресле. Так увлёкся, что не заметил, когда старую даму склонила в сон. Дама более молодая и симпатичная улыбалась ему. — Вы до сих пор ничего не ели? — проворковала она. — В нашем доме так не принято. — Елизавета Марковна, как узнает, бронить начнёт. Пожалейте бедную девушку. Я шампанское достала отличное, настоящее французское, не из длинной лавки. Давайте выпьем за приятное знакомство. Ей закуски принесу. — Хорошо, сделайте милость. Пузырьки соблазнительно взлетали. Нинель была так мила. Лебедев ощутил сухость во рту и потребность чуток отвлечься. Сеанс долгий, только начался, ничего пока не случится. Он только потянулся к бокалу, как Нинель юркнула к нему на колени и присела. Аполлон Григорьевич ощутил на себе упругую мягкость. — Шалите, мадемуазель, — сказал он, невольно обнимая её за талию. — Ага, ответила она и прижалась к его крепкому телу. — Ну, тогда за знакомство. Бокалы чукнулись и сдав хрустальный звон. На вкус шампанское было отличным, просто изумительным. Можно и по второму бокалу, невелика беда. Для организма лебедя в этот напиток всё равно, что компот. Вот только Нинель не спешила на кухню, а обняла своей ручкой шею криминалиста. — Вы фантастически невероятный, изумительный мужчина. Аполлон Григорьевич отчего-то закрыл глаза и ощутил на губах вкус куда сильнее шампанского. Огонёк свечи треснул и приник, будто испугался. Прибытков показал жестом, что чиновник сыска может продолжать использовать силу медиума, как ему вздумается, раз ничего не понимает в спиритизме. — Кто вас убил? Наступила тишина. Калиоста водил пальцем по алфавиту, но диалога не происходило. Когда второй раз указал на букву О, раздался подтверждающий стук. — Он рядом, — сложил ответ прибытков. — Что ж, господа, убийца-кухарки где-то рядом? — Ну, какой сеанс? — Кто он? Укажите его, — попросил Ванзаров. — Родион Георгиевич, так нельзя, так не принято. Ванзаров молча принес извинения. Его вина не знает правил, ведет себя как на допросе. Лукерью это не смутило, ответ был получен. — Среди живых. — Здесь, в этой комнате. — Господин Ванзаров, прошу прекратить. Такие вопросы задавать недопустимы. Вы наносите вред медиуму, с этим нельзя шутить. — Простите, Виктор Иванович, привычку узнавать все до конца. Лукерья выждала, когда закончится спор, и дала ответ. — Возможно. Предупреждая дальнейшее, Прибытков замотал головой столь решительно, что важный вопрос остался незаданным. — Тогда сами спросите о снимке, чтобы я не нанес вред медиуму, — предложил Ванзаров. На это Виктор Иванович был согласен. — Лукерья, ответьте, вы сердитесь на господина Эртемьева? — Нет. — Вы простили ему обиду? — Три стука. — Вам известно, где Иона Денисович? — Поблизости. — Он среди живых? Ответа не последовало. Прибытков тихонько пояснил, что на подобные прямые вопросы ответов не бывает, чаще всего. — Лукерья, как тебе там? — Вдруг спросила Вера. — Тяжело. Последовал ответ. — Лукерья, прости нас, — проговорила Афина, схлипывая и утирая глаза, чем вызвало откровенное возмущение Прибыткова Спириту, тем более опытному, непозволительно проявляя чувства на сеансе. — Прощаю. — Что передать твоему жениху, если придет? — Пусть вспоминает добром. Закрыв лицо ладонями, мадам Эртемьева разрыдалась. Калиоста издал протяжный звук и повалился лицом на стол, Прибытков заботливо коснулся его плеча. — Господа, достаточно, включите свет, дайте воды. Ничего ужасного не случилось. Калиоста быстро пришел в себя, улыбался и пил принесенную воду. Он извинялся, что не слишком оправдал ожидания, но Виктор Иванович и Погорельский выражали ему восхищение, так быстро вошел в транс, так долго держал общение. Успех тем более важный, что случился на территории другого медиума. Клокотский с Валант тоже благодарили. Они остались довольны гостем. Что бывает не так уж часто. Про вызывающее поведение Ванзарова забыли, его старательно игнорировали. И тут Хованский поманил в уголок. — Родион, приглашай завтракать Викторию, запросто, без церемоний, по-приятельски, — сказал он не слишком громко, как будто их могли подслушать. — Отчего бы тебе, Миша, не зайти к нам на офицерскую? Завтраков у нас не имеется, но чаем угощу. Хованский кисло улыбнулся. — Как-то сторонюсь угощений в полицейских домах. Прошу тебя, загляни. У них там и коньяк отличный, угощения с меня. Такой важный разговор, очень важный. Зачем откладывать, давай сейчас. Хованский отстранился, будто его могли заковать вручные кандалы. — Сейчас несподручно, завтра в самый раз. Так сговорились? Ванзаров обещал быть. Он заметил, как внимательно наблюдает за их разговором Мурфи. А мадемуазель Валанд не забывает поглядывать. Вера и Афина незаметно оказались в прихожей. Мадам Иртемьева уже надела жакетку с меховой опушкой. Вера тоже готова. Ванзаров выразил удивление, что дамы уходят из собственного дома. «Могу попросить вас, Родион Георгиевич, запереть квартиру?» спросила Афина. «Вам незачем возвращаться в гостиницу?» сказал Ванзаров. «Но мы не можем остаться здесь». Она обратилась за поддержкой сестры. «Вера, почему ты молчишь?» «Это так? Вернется Иоанн и Денисович, будет крупный скандал». «Не думаю, что господин Иртемьев вернется нынешней ночью», сказал Ванзаров. «В дверях новый замок, вам не о чем беспокоиться. Тут у вас свежая одежда, можно растопить печь и даже принять горячую ванну. Зачем мучиться в гостинице, Афина Петровна?» Соблазнять Ванзаров умел. Немного поколебавшись, мадам Иртемьева изменила решение. Так и быть, они остаются. И будь что будет».